Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Денис Леонтьев. Сегодня в выпуске. Правительство Татарстана предлагает увеличить бюджетный разрыв. Прибыль группы компаний Таиф составила 45 миллиардов рублей. КамАЗ локализует производство кабин в России на 40%. Татарстан рискует вновь увеличить свой долг перед федеральным центром в связи с высоким дефицитом бюджета. Ожидается, что разница между доходами и расходами республики может достигнуть почти 18 миллиардов рублей против пяти запланированных ранее. Как сообщает коммерсант, соответствующий законопроект направила в Госсовет правительства республики. Для покрытия дефицита Татарстану могут понадобиться новые кредиты свыше 10 миллиардов рублей. Эксперты затрудняются оценить перспективу их привлечения, напоминая, что федеральный бюджет вынужден сокращать расходы. Чистая прибыль группы компаний Таиф в прошлом году составила около 45 миллиардов рублей. Как сообщили представители компании на пресс-конференции, по итогам 2014 года решено не выплачивать дивиденды. Это связано с тем, что на Таиф-НК идет масштабное строительство. Стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда долларов США. Также журналистам рассказали о программе развития предприятий, входящих в группу компаний до 2025 года. Ее общая стоимость оценивается в 500 миллиардов рублей. В планах строительство комплекса глубокой переработки нефти на Таиф-НК, а также и тиленового комплекса на Нижнекамскнефтехиме. Есть сложности, но я считаю, что наша нефтяная промышленность работает нормально, нефтепереработка работает нормально, нефтехимия работает с розовым, как вы видите. Есть проблемы по автомобильному образу, есть проблемы по строительному, но это временные сложности, а то, что наши нефтехимические комплексы нормально работают, значит, у нас есть конкурентный продукт, мы по цене и качеству конкурента, это вот работа компании, в счастье, быть готовым к любым вызовам, то есть, если бы мы модернизацию наших производств не произвели и не инвестировали, 40 миллиардов рублей, когда в прошлом году проинвестировали, это же, чтобы быть на рынке, быть конкурентом, чтобы у нас был ассортимент, чтобы у нас была продукция самых лучших потребительных свойств, вот это залог успеха. КАМАЗ до конца 2015 года локализует производство кабин для нового модельного ряда в России на 40%. Об этом сообщил журналистом председатель Совета директоров компании и глава Ростеха Сергей Чемизов, передает ТАСС. Для этого автогигант сегодня ввел в эксплуатацию 12 автоматических линий сварки каркаса кабины. Экономия на каждом составит 120 тысяч рублей. 100% сварочных работ будет локализовано в стране. Стоимость проекта не разглашается, однако инвестиции в новое производство окупятся после того, как будет сварено 4600 кабин, отметил представитель компании. Также, по словам Чемизова, акционеры КАМАЗа приняли решение не выплачивать дивиденды за 2014 год из-за убытка. В 2013 году на дивиденды было направлено 206 миллионов рублей. КАМАЗ занимает 16 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8 место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла. Это были новости экономики. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова